Уважаемые студенты третьего курса, вашему вниманию вторая часть лекции или продолжение лекции об эндокринной системе у детей. Сегодня мы рассмотрим вопросы эмбриогенеза эндокринных желез, секреции гормонов и их действия, семиотику поражений, каких желез? Половых желез, яичника и яичек, гипофиза и эпифиза. Яички и яичники. Первый этап половой дифференциации заключается в формировании первичной половой гонады. Она образовывается на 4-5 неделях эмбриогенеза, имеет сложное строение, состоит из коры и мозговой части. Следовательно, первый этап дифференциации половых желез, как в мужском, так и в женском эмбрионах, происходит одинаково. Второй этап половой дифференциации начинается с 6-й недели эмбриогенеза и происходит уже на основании полового хромосомного набора клеток эмбриона. При наличии набора половых хромосом ХХ кора первичной гонады развивается в направлении формирования яичника, а мозговая часть гонады атрофируется. При наличии же Y-хромосомы мозговая часть гонады развивается в направлении формирования яичника, а кора постепенно атрофируется. Рассмотрим дифференциацию яичников, ее окончательный этап. Он длится приблизительно до 10 лет. При этом секреция эстрогенов низкая с внутриутробного периода и до 9-10 лет. Высокая только лишь с пубертатного периода и у женщин. В яичниках секретируются эстрогены и прогестерон. Что делают эстрогены? Это стимулирует рост и развитие женских половых органов, вторичных половых признаков, формирование сексуального поведения по женскому типу. А прогестерон способствует развитию молочной железы, готовит матку к имплантации яйцеклетки, и таким образом регулирует месячный цикл. Возраст начала полового созревания у девочек составляет 9,5-10 лет. Какая же закономерность появления вторичных половых признаков? Первыми развиваются молочные железы. И вот физиологическое развитие молочных желез у девочек называется телархи. Затем адренархи. Что включает? Это рост волос, прежде всего на лобке. Изменение состава пота, когда уже запах пота становится у ребенка подобен запаху пота взрослого человека. Повышение жирности кожи, волос на голове, да, и появление угрей. Вот этот процесс у мальчика и у девочек, он прежде всего зависит от андрогенов, которые находятся в кореенах пучек. И вершиной всех этих вторичных половых признаков является монархия или появление первой менструации. В нашей географической зоне это возраст 12 лет у девочек, средний возраст. В соответствии с тем, что идет полозвитие, по тоннеру различают 5 его степеней. В основу положено 2 основных признака. Это оволосение лобка, которое у девочек идет по званому женскому типу, и развитие молочных желез. Вот 5 степеней. Признаки нарушения функции. Дефицит эстрогенов выявляют у девочек, как правило, уже после рождения. И эта ситуация называется гип-дефицит половых у девочек. Недостаточное развитие молочных желез в таких случаях наблюдается. Отсутствие менструации. Евноходное строение тела. Задержка полового развития диагностируется при отсутствии у девочек, которым исполнилось 13 лет вторичных половых признаков, которые мы с вами только что рассмотрели. Но, однако, есть и другой возраст. Это когда мы еще раз можем говорить о задержке полового развития у девочек. Это когда девочкам исполнилось 15 лет. Имеются какие-то вторичные половые признаки, но отсутствует менархия. Гиперсекреция эстрогена у девочек способствует преждевременному половому развитию. Вот на фото мы видим девочке 4 лет, хорошо развиты молочные железы, имеется лобковое волосение. Преждевременное половое развитие диагностировано у девочек, когда появляются вторичные половые признаки до 8 лет. Мужские половые железы – это яички. И тоже имеют несколько этапов дифференциации по мужскому типу. Итак, первый этап. Он не отличается, соответственно, от того, какой мы рассмотрели у девочек. Это закладка первичной гонады, которая происходит на 4-5 неделе эмбреггин. Второй этап тоже начинается с 6-й недели и продолжается приблизительно до конца 16-й недели. Идет дифференциация мозговой части гонады в яичко при наличии набора половых хромосом. Окончательный этап половой дифференциации зависит от того, насколько достаточная концентрация гормонов, половых мужских, половых гормонов, которые секретируются вот в клетках лейдика. Видите, маленькие такие клеточки мы видим на периферии. Там секретируется тесторон. А также от секреторной активности клеток сортоли. Вот они светлые, крупные такие. Там тоже есть фактор, который способствует развитию имени. Да, все, можно продолжить. Окончательный этап половой дифференциации типу начинается с 17-й недели внутриутробного развития, с началом секреции андрогена. В клетках лейдика, которые появляются на 8-й неделе эмбриогенеза, и мы видим их на схеме, вот они такие маленькие по периферии клетки лейдика, они появляются на 8-й неделе, но очень быстро количество их увеличивается, и они начинают секретировать тестостерон в большой концентрации, в большом количестве. В каком большом количестве? Да, приблизительно на таком уровне уже пубертатного периода. Конечно, на окончательном этапе половой дифференциации по мужскому типу имеет значение и другие биологически активные вещества, которые, например, секретируются в клетках сертоли. Мы тоже видим с вами их на схеме, вот они такие светлые. То есть суммарное содержание необходимых андрогенной направленности гормональных веществ способствует развитию гениталий мальчика по мужскому типу. То есть получается, что если закладка яичек произошла, но секреция тестостерона не происходит внутриутробно, то гениталии могут развиваться по женскому типу. Или же даже секреция тестостерона происходит, но периферические органы ткани к ним нечувствительны, и тоже гениталии у какого мальчика могут развиваться по женскому типу. То есть наличие внутриутробно высоких концентраций тестостерона и некоторых других андрогенных веществ просто необходимо для окончательного этапа половой дифференциации по мужскому типу. Итак, как я уже сказала, к моменту родов концентрация тестостерона в крови мальчиков высокая, однако в течение первых пяти семеней она резко снижается и уже повышается, остается такой же низкой где-то до начала пубертации, до 13 лет. Из 13 лет она устанавливается на высоком уровне, практически таком же, как у взрослых мужчин. Но вместе с тем еще наблюдается так званный инфантильный выброс. На втором-седьмом месяце жизни. И в это время повышается концентрация гонодеротропинов, которые регулируют секрецию тестостерона и тестостерон. Вот есть такое предположение, что это как бы такой импринтинг или запоминание организмом, как в период при достижении уже возраста пубертации начнется увеличение секреции тестостерона. Есть такое предположение. Тестостерон. По своей природе это анаболический стероид. Он способствует увеличению вашей мышц, костей. И вот на картинке вы видите преимущество оптимального содержания тестостерона в крови мужчины. Вот развитие мышц. Соответственно, вторичные половые признаки хорошо выражены. Мужской половой гормон играет важную роль в развитии мужских репродуктивных тканей. Яичек, простаты, появление вторичных половых признаков по мужскому типу, регулирует сперматогенез и половое поведение мужчины. Возраст начала полового созревания у мальчиков приблизительно 11-12 лет. Ну, колебания 10-12 лет. Какая же закономерность появления вторичных половых признаков? Прежде всего, мы должны отметить это увеличение размеров яичек и полового члена. Затем рост простаты, гортани, овлосение лобка. Овлосение лобка, вначале по женскому типу, а затем и по мужскому типу. Вот этот процесс, мы говорили, он осуществляется за счет, прежде всего, эстрогеновных почечников. И к 15-17 годам уже созревают сперматозоиды, овлосение на лобке по мужскому типу в виде ромба, рост волос по всему телу. Признаки нарушения функции гормонов. Если в внутричноутробном периоде недостаточно тестостерона, я уже вам рассказывала, это приводит к феминизации половых органов. А если мальчик родился, и внутренние, и внешние половые органы как бы развиты хорошо, но в дальнейшем в периоде уже пубертации недостаточно синтезируются гормоны, а причины к этому разные, то такое состояние называется гипогонетизмом. Чему оно соответствует? Как оно проявляется? Половые органы на детской стадии развития. Отсутствуют вторичные половые мужские признаки, явнохоидное строение тела. А избыток андрогенов у мальчика приводит к развитию синдрома преждевременного полового развития. По данному различают пять степень полового созревания у мальчиков, так же, как и у девочек. Два основных признака – это оволосение ловка, в данном случае по мужскому типу, вот пять степеней стадий, и развитие половых органов. Прежде всего, учитывается размер и объем яичек. Если приходит мама с ребенком и жалуется на то, что ей кажется, что мальчик задерживается в половом развитии, то прежде всего нужно обратить на вот эти два признака внимания. Признаки нарушения функции – дефицит гормона. В постнатальном периоде он приводит, как я сказала, к развитию гипогонодизма. Вот перед нами, соответственно, мальчик с явными признаками гипогонодизма. Задержка полового развития у мальчиков диагностируется при условии отсутствия каких-либо вторичных половых признаков после исполнения 14 лет. Избыток андрогена у мальчика – вот синдром преждевременного полового развития. Слева мы видим здорового мальчика 7 лет, а справа мальчика с преждевременным половым развитием 5 лет. Это состояние преждевременного полового развития у мальчиков диагностируется при появлении вторичных половых признаков до 9-летнего возраста. Рассмотрим гипофиз. Гипофиз – это центр, один из центров регуляции выделения гормонов периферическими железами. Он состоит из двух частей – передней изоли, задней доли, интермедиальной части. И сейчас мы рассмотрим переднюю долю, или аденогипофиз. Его закладка происходит на четвертой неделе эмбриогенеза. В составе этой доли имеются разные клетки. Это эльзинофильные клетки, которые секретируют соматотропин или гормон роста, и пролактин. Базофильные клетки – кортикотропин, атиротропин, лютропин, фолитропин, последние называются гонадотропинами. Базофильные клетки промежуточной части – меланотропин, липотропин. Аденогипофиз у новорожденных и, соответственно, внутриутробно превалируют базофильные клетки, которые секретируют вот как раз тропные гормоны, которые выполняют функцию регуляции секреции гормонов в периферических железах, а именно щитовидной железы, почечниках, прежде всего. У взрослых преобладают эльзинофильные клетки. Эльзинофильные клетки – секреция гормона роста, прежде всего. Высокая гормональная активность внутриутробного периода, как я уже сказала, за счет теротропина, кортикотропина, после рождения за счет соматотропина, потому что ребенок активно растет, и соматотропина вырабатывается значительно больше, и с пубертатного периода за счет гонадотропина. Дефицит гормонов гипофиза называется гипопитуитаризм, аденогипофиз. Он может быть парциальным, то есть дефицит одного гормона. Такая ситуация встречается редко. А вот пангипопитуитаризм, то есть дефицит нескольких гормонов, достаточно частые варианты в клинике. И наиболее распространенным является гипофизарный нанизм, то есть дефицит прежде всего соматотропина, а также тиро, кортикотропина и с пубертатного периода также и гонадотропина. Вот мы видим мальчика, справа мальчик с гипофизарным нанизмом. При рождении эти пациенты рождаются с нормальной длиной тела, а затем их рост замедляется и в конце концов составляет 1-2 сантиметра за год. Мальчик такой достаточно пропорциональный, масса тела его соответствует возрасту и, как я сказала, при рождении все-таки его длина в норме. Избыток гормонов называется гиперпитуитаризм. Он может быть парциальным и чаще всего встречается парциальным. Это аденомы из центра одного типа клеток, которые секретируют один какой-то гормон. Например, если это зенофильные аденомы, которые секретируют гормон роста, то развивается патология, которая носит название гигантизм. На верхней картинке мы видим детей одного возраста сверстников. Также может быть и базофильная аденома, которая приводит к избытку секреции кортикотропина и в таком случае развивается болезнь Кушинга. Она сопровождается задержкой роста, избыточным отложением массы тела по Кушингуидному типу, выраженными стреями на коже, повышением артериального давления. Невросекреция. Начало невросекреции, то есть секреция гормонов определенных центров гипоталамуса начинается на 20-й неделе внутриутробного развития. Это вазопресен, который регулирует проницаемость дистальных канальцев почек для воды, то есть регуляция водного обмена. И окситоцин, который стимулирует сокращение мышц матки миоэпитериальных клеток молочной железы. Гормональная активность увеличивается в постнатальном периоде. Признаки нарушения функций. Чаще всего в клинике мы имеем дело и встречаем дефицит вазопресена, который приводит к развитию заболевания, которое называется несахарный диабет. Какие же его клинико-лабораторные показатели? Это полиурия, полидепсия, признаки дегидратации, то есть сухость кожи, слизистая, красная, язык. И лабораторные показатели – это низкая относительная плотность мочи на уровне тысячи четырех, тысячи трех до тысячи одного. При этом уровень глюкозы крови в пределах нормы. Эпифиз или шишковидная железа. Вот она находится там, в средине, да, между полушариями мозга. Закладка его происходит на шестой-седьмой неделе эмбриогенеза. Секреция гормонов начинается с третьего месяца внутриутробного развития, и высокая гормональная активность основных гормонов сохраняется до возраста 8-10 лет. В эпифизе секретируется много биологически активных веществ с гормональной активностью. Основные из них – это мелатонин и серотонин. Функциональное значение эпифиза для человека изучено еще недостаточно. Известно, что серотонин, его секреция превалирует в светлое время суток. Мелатонин – в темные часы суток, хотя он секретируется из серотонина. Вот мелатонин как раз считается самым главным гормоном эпифиза, потому что около 80% от системного синтеза в организме происходит именно в эпифизе. Дело в том, что вот эти гормоны, о которых мы сейчас говорим, они хотя и синтезируются как бы в одной железе, вот эпифиз, но относятся к диффузной эндокринной системе, потому что практически все гормоны секретируются еще и в других местах. Какое же основное действие мелатонина? Он определяет ритмичность гонодотропных эффектов, синхронизацию циркадных ритмов, то есть сон, бодрствование. Возможно, влияет на секрецию всех гипоталамон-гипофизатных гормонов, а также и на иммунную систему. Такие работы научные есть. Признаки нарушения концентрации мелатонина в крови. Если мелатонина вырабатывается значительно больше нормы, гиперсекреция, например, аденома и спинеоцитов, которые секретируют мелатонин, приводит к задержке полового развития, гипосекреция, чаще всего приводит к преждевременному половому развитию. Общие признаки эндокринных нарушений. С чего начинается прием детского эндокринолога? Прежде всего сбор жалоб, затем сбор анамнеза, а затем проводится обязательно антропометрия и оценка основных показателей длины и массы тела. Почему? Потому что очень многие нарушения секреции тех или иных гормонов в детском возрасте сопровождаются нарушением роста и массы тела. Это как высокорослость, так и задержка роста, как ожирение, так и дефицит массы тела. Обязательно, независимо от возраста ребенка, мы смотрим на наличие вторичных половых признаков, потому что, возможно, преждевременное половое развитие или задержка полового развития, или же вирилизация у девочек, или гинекомастия у мальчиков. Что такое гинекомастия? Это увеличение молочных желез у мальчиков, патологическое увеличение. Обязательно исследуем по органам и системам, потому что, как мы уже поняли, нарушение концентрации тех или иных гормонов приводит к нарушению со стороны нервной системы. Это может быть задержка психоматурного развития, нарушение сна, тремор, судороги. Со стороны кожи это может быть гипергидроз или диффузное повышение влажности кожи, или, наоборот, сухость, например, при гипотериозе, снижение эластичности кожи, появление пигментации, появление стрима кожи. Обязательно исследуется сердечно-сосудистая система, и первые два показателя – это частота сердечных сокращений и показатели артериального давления. При необходимости проводится более глубокое исследование этой системы. Изменения со стороны пищеварительной системы. Мы слышали, что это могут быть запоры или диарея. Изменения размеров и структуры щитовидной железы. Проводится пальпация обязательно щитовидной железы. Ее увеличение называется зубом, и если это есть, то мы констатируем зуб первой или второй степени. Обязательно исследуются биохимические показатели. Конечно, общий анализ крови, потому что может быть снижение пицитов, гемоглобина, например, при гипотериозе. И изменение биохимических показателей, таких как глюкозы, холестерина, кальция, натрия, калия, фосфора и других. Спасибо вам за внимание и успехов в учебе!